Меня зовут Виталик, мне 22 года, живу я в СМТ Дымире, Выжгородская, Рон, Киевская область. Занимаюсь я детской психологией, я психолог по образованию, также еще работаю видеооператором, то есть на продакшене. Сам родом с Донецка, переехал я в 17-м году, переехал я как ребенком, то есть мне еще было на то время 16 лет. Я там кинул все, собрал вещи, забрал вещи, точнее документы со школы, и сюда как бы я устроился. То есть меня здесь приняла Ира Сазонова, которая была начальница лагеря, ну директриса лагеря, она взяла надо мной, можно так сказать, мини-опеку, и я тут уже дальше сам как бы. Мои родители еще остались там с сестрой. Я живу от Донецка 35 километров, это Маринский район, село Максимилиановка. На тот момент там была война, ну и сейчас она, просто сейчас как бы уже, как бы можно сказать, вторая волна, первая волна была. Тогда было очень там опасно, тогда там ничего не работало, работала только школа, никаких кружков, никакого развития, как бы, ну ничего не было. Все закрывалось, все заводы, все подработки там, где я мог где-то подработать, где-то заработать денег, ну, оно все закрывало, все переезжалось, и только, ну, там какие-то ларьки, магазинчики работали, там где можно купить был алкоголь и наркотики. То есть, ну, как бы мне это надоело, и я понял, что надо что-то менять в своей жизни. И вот таким невероятным, как бы, чудом пришла мама с работы, говорит, так и так, типа, есть бесплатная путевка поехать в Киев, там на две недели. Я так, ну, давай попробуем. Я приезжаю в Киев, это как раз, как раз вот недалеко от Демира, лесная застава у нас в лагере. И я туда приезжаю, как бы, мне очень-очень понравилось. Я приезжаю домой после лагеря, буквально дома, там, неделя, может, дней пять, я нахожусь и снова еду в лагерь, в этот же лагерь. После этого лагеря, снова вот вторая смена проходит, я приезжаю домой, говорю, так и так, мама, я переезжаю в Киев. Мама такая, в смысле, как, когда, что надо? Ну, говорю, ну, если ты меня не отпустишь, то я, говорю, я сам уеду. Говорю, мне здесь делать нечего, развития никакого. Друзья мои все начали пить, употреблять наркотики. У нас просто восемь километров, как бы, до боевых действий. То есть вот Маринка сама, она находится от восемь километров от села, и там просто постоянно боевые действия, то есть прилеты к нам. Вот у меня пару раз в огород прилетало к родителям, то есть такие большие воронки были. Пару раз, конечно, прорывался ДНР к нам, тоже заезжали на наш огород, ставили гаубицы, и с нашего огорода уже стреляли по позициям украинской армии, то есть СССР. Ну, это было там пятнадцатый год, вот так вот. Я переехал в семнадцатом году, и в восемнадцатом я закончил гимназию и поступил в университет. То есть сейчас я уже, как бы, работаю и все остальное. Да, я на самом-то деле думал, просто я, как бы, не угадал с датами. Я думал, это будет где-то в конце марта, то есть это где-то числа, так, двадцать пятое, тридцатое, вот так вот числа. Ну, как бы, на месяц так промахнулся. Когда вот собиралась армия вокруг наших границ, и, как бы, начали все об этом говорить, тем более мы еще перед... Мы приезжали к кумовьям нашим 22-го числа, 22-го февраля. И мы как-то с ними так вот, с кумами сидел, говорил, ну, типа, что, будет война? Он говорит, типа, ну, я думаю, что да, и мы так как-то побеседовали, и... Ну, я как бы к этому готовился, но просто у меня 24-го февраля началось так. У меня Оля, это моя жена, она просыпается в 5 часов утра от того, что там миллион сообщений приходит в телеграм-канал. Она меня так будет, говорит, война началась. Я так говорю, какая война? Ложись спать, не морочь голову, 5 утра. Она там сидела в телефоне, читала новости, потом спустилась в туалет на первый этаж, услышала то ли взрыв, что-то такое. Слышала, кто-то плачет снизу. Она поднимается наверх, я говорю, Оля, да успокойся, типа, ничего нету, это, ну, что-то кажется. Она только ложится, и тут как прилетит шарах, ну, просто такой взрыв. Я так поднимаюсь, сижу такой, и такой про себя думаю, Боже, ну, зачем, это снова, это вот снова меня, короче, достигло. Просто я от войны уехал, и у меня снова, как бы, вот эта фраза, типа, блин, это снова началось. Мы сразу же поехали на заправку. Я в 5 утра встал, мы поехали на заправку, простояли 3 часа в очереди, чтобы заправиться. Оля пошла в банкомат снимать деньги, потому что очереди были километровые, как бы, ну, просто у всех людей паника, они не понимают, что делать, куда ехать, что вообще происходит. Мы заехали тоже в магазин, скупились, и буквально на следующий день, ну, мы целый день никуда не выходили, мы сидели дома, читали новости, у нас еще тогда был свет, и буквально на следующий день, точнее уже, да, на следующий день в 5 часов утра мы проснулись до того, как едет огромная колонна русской техники. То есть она начиналась у нас вот здесь в Дымире, и заканчивалась она в Феневичах, то есть это буквально 30 километров. Ощущения, я не знаю, у меня как бы эмоционально это все выключилось, я... Вот у меня был какой-то план в голове, то есть эмоций не было никаких, то есть я думал так, так, едут русские, так, значит, нам надо собрать рюкзаки, положить в машину, машина заправленная, так, быть на готове, если что, чтобы мы могли куда-то сразу выехать. Но так как случилось, что у нас 25-го числа подорвали все мосты, это Демидовский мост, подорвали Казаровичскую дамбу, потом в Гастомеле уже как бы туда нельзя было бы заехать, потому что там уже стояла русня, и также там взорвали мосты, то есть мы оказались в таком котловане, то есть никуда не выехать, ничего не сделать, то есть, ну, я с машиной сразу, короче, ну, так, машины нет, значит, будем типа пешком. Но мы так посидели, пообсуждали вечером, что, ну, куда идти, мама здесь, в соседнем селе еще и бабушка, плюс бабушке 83 года, бросать ее, ну, куда бросать, то есть мы как бы на два села, я перемещался, катался, там бабушке лекарства возил, то есть, ну, как бы так. Занимались мы во время оккупации в больнице, то есть мы там, на третий день мы стояли в очереди, я стоял в очереди в аптеку, у нас еще туда аптека работала, бабушке за лекарствами, у нее она сахарный диабет, у нее, и я стоял в очереди за лекарствами, и мужчина один выходит с очереди, говорит, кто здесь есть из врачей, типа, у нас много раненых в больнице, надо типа помощь. Ну, как бы я не врач, я пришел домой, говорю, так и так, типа Оля и, Олина мама, это моя теща, говорю, так и так, надо в больнице, потому что там очень много раненых. Ну, мы собрались и туда поехали, и все 30, 36 дней мы там как дежурили, оставались на сменах, я присутствовал на всех операциях, я за свою жизнь столько не видел, то есть я видел, за эти 36 дней все, и разорвали, оторванные конечности, и мертвых людей, и ну, просто все, что здесь происходит. Гражданские или военные? Это были только гражданские, военных у нас не было, потому что военные сюда, они сюда не заезжали, потому что здесь было очень опасно, ну, здесь было практически все забито русней, то есть они стояли, в каждом доме, возле каждого дома, здесь было большое количество техники, они, наши стояли солдаты, вот на точке ноль, это вот за Демидовским мостом, сразу же, то есть это вот, там их был опорный пункт. Ну, смотрите, здесь можно поделить людей на два типа, те, которые пострадали просто так им захотелось, и были такие люди, которые напивались и подходили, и рассказывали, как им правильно жить, то есть я могу сказать, что процентов 60-70, это пострадали, которые домахивались к нему, то есть там приставали, да, да, а половина, которые вот реально там потерпели, вот ехали, допустим, у нас была такая девочка, Даша, вот она ехала с семьей, в Катюжанке они ехали, они ехали сюда на Дымир уже вечером, и их просто расстреляли, то есть машину расстреляли, отца и мачеху убили сразу на месте, дедушка закрыл с собой Дашу, то есть он ее выштолхнул с машины, ей 12, 12 или 13, я точно не помню, он ее закрыл с собой, выкинул с машины, сказал, ползи, убегай отсюда, то есть дедушка еще успел выпасть и сам с машины, его не заметили, а подальше она ползла, и русские просто кричали, цель, цель, и типа по ней стреляли, то есть у нее пулевое ревнение в ногу и в руку, то есть она еще пролежала в Катюжанке сутки или двое, и ее потом привез священник с Катюжанки, то есть ее там как могли, так как и перемотали, то есть она там двое суток лежала, у нее уже были огромные синяки, отек, отек ноги, руки, и было очень больно, но у нас тут был хороший очень врач, который ее, ну не знаю, за две недели малышка уже бегала, а самое такое, что вот печальное, мы ее отправляли в Киев, приехал Красный Крест, и мы ее отправляли в Киев, чтобы на лечение, ну там уже, потому что здесь как бы коридорное отделение, можно так сказать, особо ничего нету, мы ее отправляли, и через 15 минут приезжает дедушка, то есть мы ее отправили, и через 15 минут приезжает дедушка, он не знал, что с ней, она живая, ну мы говорим, блин, вы не успели, буквально тут 15 минут, а он говорит, я, ну, я не знал, ну, я не знал, что с ней, я за нее очень сильно переживал, я просто сходил с ума, и я просто взял велосипед, ну будет, что будет, застрелять, так застрелять, ну я хотя бы увижу внучку, и он приезжает, и блин, реально, 15 минут, ну, просто, он приезжает, тут есть, он-то подъезжает, говорит, ну, тут есть, типа, девочка Даша, да, говорим, была, в смысле была, ну, говорю, мы ее отправили в Киев, с Красным Крестом, говорю, на лечение, там, говорю, ее встретит крестная, и он такой, ну, слава Богу, что она жива, что с ней все хорошо, я, говорит, я ее дедушка, как бы, вот приехал, как бы ее навестить, ну, с мирным населением были случаи, у нас друг Миша Сапон, он, еще это в первые дни, наверное, пятый день, вот, оккупации, они поехали на переправу, на точку ноль, перегружать хлеб, и они подъезжали к мосту, Миша только открывает дверь, высовывает ногу, высовывает вот так полтуловища, и ему со спины залетает пуля, то есть их расстреляли, ну, они живые, только его одного ранили, его сразу быстренько погрузили, они были втроем, его сразу погрузили в машину, и доставили сюда, в больницу, то есть, пацану просто повезло, зашло сзади, оно прошло по ребру, не задело вообще ни одного органа, ни печени, ни селезенку, ну, вообще ничего, и застряло с другой стороны в коже, то есть ему, как бы, ну, просто повезло. погибших было три человека, три человека, это была женщина одна, это еще в первый день оккупации, не, во второй день оккупации, когда они на Казаровичах, улетела в затылок, то есть, той женщине, которая попала в легкое, она умерла, ну, ее просто мы не смогли спасти, потому что у нас не хватало здесь оборудования, и много чего, каких медикаментов, это вот первая жертва, вторая жертва, это была тоже наш товарищ, у него здесь, ну, как бы, он тут бизнесмен, то есть, у него свои магазины тут, и во время оккупации он всячески помогал людям, то есть, у него автозапчасти были, он привозил людям все, что только можно, все, что они попросили, там, аккумуляторы, там, свечи, ну, все, что людям надо было, он все возил, и в один прекрасный, ну, точнее, не так, не в один прекрасный, это был ужасный вечер, он приехал к другу, говорит, так и так, типа, там, говорит, надо на окне забить решетку, потому что, говорит, мародеры ее открыли, ну, говорит, там в магазине много вещей, говорит, ну, жалко, он ему там, товарищ тоже, говорит, что, ну, не стоит туда ехать, потому что это уже было 4-5 часов вечера, вот так вот, и он говорит, да-да-да, окей, я туда не поеду, поеду, типа, утром, и в 12 часов ночи приходит, там, Настя, к Сапону, говорит, как бы, где Миша, ой, где Дима, он говорит, ну, как Дима, Дима поехал домой, еще в 4 часа вечера, как бы, нету Димы, он, он, он вообще, он в ступоре, говорит, в смысле, я его отправил домой, говорит, ну, еще в 4 часа вечера, он сказал, что он никуда не поедет, кроме дома. они дождались утро, поехали туда, в сторону магазина, увидели машину, их туда не пропустили, они разговаривали с этими орками, чтобы их могли пропустить к трупу, забрать хотя бы труп, они, жена его очень долго, этого орка умоляла, чтобы она отдала труп, чтобы они отдали труп ей, я не знаю, часа 2-3 они уговаривали, но им все-таки отдали, они приезжают в больницу, они приезжают в больницу, выхвачивают, как бы, мою маму, ну, мама мне говорит, там, выйди на улицу, надо, как бы, что-то выгрузить с машины, ну, я думал, что привезла, может, какая-то гуманитарка приехала, и, я же, на бодрячке таком, выхожу, говорю, что, пацаны, что выгружать, и пацаны открывают багажник, а там в багажнике лежит Дим Астич, и я так, ого, прям, я, я был в шоке, потому что я, в прошлом вечером с ним разговаривал, я еще договорился, чтобы у него купить свечи на машину, и я так просто, ну, высадился от этого, что, ну, блин, я его вот только видел, а его просто застрелили, и его застрелили, точнее, его не застрелили, его расстреляли, в теле было больше 50 пуль, то есть, они с него сыпались, когда его мама, ну, его там мыли, как это, подготовка к похоронам, то есть, его раздевали, с него просто сыпались пули, то есть, машины там просто нету, там стреляли в лобовое, машина вся расстрелянная, прошитая насквозь, двигатель тоже, ну, просто, вот стали, и они сколько было пуль, столько в него и всадили, почему его расстреляли, почему он в этот момент был именно там, об этом никто не знает, я такой человек, который не может сидеть без дела, я во время оккупации тут везде катался, как мог, так и танки мы подрывали, то есть, с сухими горючими, ну, потому что надо было что-то делать, и мне Оля сказала, так, давай, наверное, иди со мной, чтобы ты никуда не влез, да, будет беда, ну, вот, я пошел с ней, и, как бы, я там был медбратом, то есть, всю работу, как бы, и трупы носил, и на операциях был, и, можно так сказать, и помогал шить, то есть, все, что надо было, все я делал, потому что у нас не хватало медицинских работников, они, как бы, когда были зеленые коридоры, они уходили, то есть, бросали здесь все, и, соответственно, ну, не хватало рук. Ой, мы с ними встречались каждый день, у нас они поставили блокпост возле больницы, мы в больницу ходили каждый день, во-первых, там работали генераторы, можно было зарядить телефоны, потому что света 56 дней не было, свет выключили практически в первые дни, и с орками мы разговаривали каждый день, мы с ними проходили, первые, наверное, две недели мы ездили на машине, во-первых, быстрее, больница находится в трех километрах от центра дымера, то есть, ну, как бы, еще и холодно тогда было, ну, как бы, тяжеловато было, ну, мы первые две недели ездили, потом, у нас машинка не новая, старенькая, там где-то гнилая, но все равно ездить как бы на ней можно, и в один прекрасный момент, они просто положили глаз на машину, я так это выхватил, поставил машину, мы приехали домой, я поставил машину во двор, спустил колеса, вытянул аккумулятор, повытягивал клеммы, ну, всячески, чтобы машину они не смогли завести, и оставил ее дома, на следующий день, после того, как мы оставили ее дома, мы пошли пешком, мы подходим к блокпосту, и они так, а где тачка? Я говорю, кто? Ну, тачка. Я говорю, машина вы имеете в виду? Да, 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 где машина? говорю, ну, во-первых, закончился бензин, говорю, а во-вторых, она сломалась. А, да, сломалась, а мы так вот, ну, просто по им уже намекам было понятно, что они хотели отжать. Ну, на самом-то деле, они максимально глупые. Вот, вот, они, во-первых, глупые, во-вторых, понабирали людей, которые алкаши, можно так сказать простыми словами. Вот он стоит без зубов, с РПГ, мотыляет, и говорит, что я пришел тебя поднимать с колен. Конечно, ты сейчас пришел поднимать меня с колен, потому что у тебя есть оружие. И я ему говорю, что нам было хорошо на наших коленах, я мог спокойно поехать в Киев, я мог там два раза в год или три раза в год поехать за границу. То есть сейчас ты меня лишаешь моей работы, я не могу выехать в Киев, я не могу зарабатывать денег, я сейчас, говорю, сижу здесь, потому что сейчас, говорю, вы здесь находитесь. Ну, мы, это не мы, это ваш Зеленский. Говорю, подождите, Зеленский, говорю, тут одно, говорю, вы сейчас стоите здесь, я, говорю, не могу просто пройти, потому что, говорю, мне надо рассказать, кто я, откуда я вам. И, ну, вы, ну, мне, говорю, было хорошо на моих коленах, ну, мне было идеально, я, ну, все, что мог, все хотел. Конечно, я агрессивно, наверное, первые дней, дней 10, мы максимально агрессивно к ним, просто, мы переговаривались с ними, как бы, ну, мы им грубили, потому что, ну, они приехали на нашу землю, говорят, как нам жить. Я, ну, максимально, я даже им говорил, что, как бы, пацаны, валите отсюда, потому что, ну, вас здесь никто не ждет. Говорю, валите, пока месть, вы реально здесь целы, потому что, ну, я не знаю, как меня после таких слов, после такой всей штуки, не забрали на подвал, там, ничего со мной не делали, я не знаю, Бог, вот в этот момент я реально поверил в Бога, что Он есть, что Он реально вот меня оберегает. Также пару раз грозили, что машину, еще это, когда мы ездили на машине, что в машину с РПГ выстрелят, потому что там какие-то, кто-то там к ним сказал, что мы-то там сдаем какие-то их точки, мы делаем какие-то наводки, ну, мы делали эти наводки, но, как бы, блин, ну, это было очевидно, что здесь каждая собака будет сдавать, где они стоят. То есть здесь, даже бабушка, пенсионерка, которая там за 90, у нас был такой случай, она рассказывала, как она сдавала орков, то есть она там звонила внуку и говорила, там, там, там есть, стоят они, можно туда стрелять. То есть, ну, ну, подвал, их было тут очень много, там, в Синяке, вот у нас подвал был, находился на заводе Викнелэнд, то есть там держали пленных, там над ними издевались, там, ну, все, что хотели, то и делали, то есть, у нас был пацанчик, он, инженер, я не знаю, как это правильно называется, оно как-то там заумно называется, но он инженер по дамбам, по вот этим всем механизмам, которые там, шлюзы, все остальное, его забрали еще в первые дни, ему ломали каждый день пальцы, по одному пальцу, чтобы он рассказал, как там включить эту насосы на дамбе, ему прострелили ногу, ему прострелили колено, то есть максимально издевали, чтобы он дал информацию, но он говорил, ребята, чтобы включить насосы, надо включить для начала свет, они говорят, как по-другому, ну, он говорит, я не знаю, как по-другому, без света здесь никак, после, он пробыл 23 дня в плену, там людей было очень много, там было 28, около 28 человек, то есть, разного возраста, разного пола, там и бабушки были, и женщины, и детей, по-моему, не было, пацаны были молодые, пацанам было по 16 лет, то есть, там было два пацана, по 16 лет, которые там тоже были, отпустили их всех, это тоже вот такая судьба, когда наши накрывали их на Викнолендах, потому что на Викнолендах, там был у них еще склад боеприпасов, их просто там накрывали жестко, они оттуда валили, они валили, как крысы, везде, с окон выпрыгивали, просто они оттуда уваливали, и их спас охранник на Викнолендах, он просто отбил замок, и выпустил оттуда ребят, которые там сидели, то есть, вот этот инженер, он сам дошкандыбал до больницы, потому что, ну, без вариантов, те машины никакие не ездят, он даже дошкандыбал до больницы, ему там дали первую медицинскую помощь, и потом его отправили мы Красным Крестом, туда на Киев, ну, у него пальцы все сломанные, ноги, одна нога простреленная, колено там что-то тоже простреленное. Да, за все, вот, за все, плохо посмотрел, что-то сказал, могли идти просто по улице, останавливалась машина, забирали под руки, закидывали машину, и как бы завозили в подвал, проверяли очень сильно еще телефоны, вот проверяли телефоны, у меня забирали несколько раз телефоны, проверяли, наверное, минут по 40, потому что проверяли информацию, с кем я переписываюсь, фотографии, я слава Богу все это почистил, хотя тоже было за что, там телеграм-каналы, все это, короче, все, ну, все, что я мог как бы помочь нашей армии, я делал, я сдавал позиции, я писал координаты, я фотографировал, но я это все чистил, потому что это было небезопасно, если бы меня увидели с фотографией, ну, может быть, я бы уже даже живой бы не был, то есть, в основном, они вот, останавливали людей, проверяли телефоны, если в телефонах что-то находили, даже там банально какую-то фотографию, вот у нас был один товарищ, он просто сфотографировал дамбу, они увидели эту фотографию, его забрали на подвал, то есть, просто фотография дамбы, и его просто забрали на подвал, а что ты там делал, а ты кто, и начинает там проверять по документам, по какой-то своей базе у нас именно вот в доме к нам они не заходили но они не заходили почему потому что вышла мама на улицу и начала с ними разговаривать то есть она представилась кто она врач что она здесь узист и как бы они увидели сказали хорошо вы врач вы хороший мы к вам заходить не будем то есть у нас как бы во двор они к нам домой ничего не заходили а вот к соседу другому соседу они заходили полностью все перерывали в подвал залазили все шкафы перерывали чтобы не нашли военную форму симки тоже позабирали у кого заходили домой забирались симки ты чтобы не было вообще никакой связи хотя на тот момент вообще связи уже 0 было то есть дозвониться и какую-то смс-ку отправили ну нереально не было я видел как они мародер или то есть они вскрывали магазины выбивали стекла залазили это все закидывали в свои машины а потом через пару дней приходили давали это как свою гуманитарку пережить это все забрать крым донецк луганск поехать сразу же в крым работа чтобы здесь было все хорошо с работой первым делом у нас вот в дымере у нас было очень много три завода викна лент литейка и и компания которая перевозила продукты на европу то есть они были практически все в одном месте когда наши обстреливали уничтожали склад боеприпасов конечно все это это пострадало сейчас у нас нету рабочих мест больше полутора тысячи человек без работы сейчас и вот таким самым не знаю главным приоритетом чтобы было это была хорошая работа чтобы она была везде и вот так сейчас это же можно заказать на своей основной работе не могу потому что туда прилетел снаряд сгорела вся техника загорела вся аппаратура конечно они все уроды козлы этим как корабли москва флагману москва но сравнивать 14 и сейчас в четырнадцатом я еще я вот сейчас просто анализировался она резь а анализировал себя я просто тогда был еще как бы юн зелен особо так не понимал для меня это знаете вот тогда казалось как будто ну не совсем реальная такой штукой прилетала ну там типа прилетала я может до конца не понимал что если прилетает то есть мир и убивает людей сейчас конечно я понимаю что это катастрофа но на самом-то деле это катастрофа убивает убиваются убивает миллион людей насилуют это вся это ну первых это очень противно во вторых это очень жалко людей мирных и всего остального и инфраструктура рушится ну я не знаю это глобально это катастрофа то есть сейчас ну я понимаю что это это труба это очень печально все русские виноваты если ты родился русский можешь себя похоронить сразу потому что это клеймо не на один десяток лет и не один век будет потому что после такого что они сейчас делают и так как нас поддерживает весь мир я думаю русских на пару сотен лет точно будут набить и родиться русским это будет наверное самая большая проблема их потому что немцы до сих пор как бы фашисты и все остальное до сих пор об этом все помнят ну прошло там сколько 75 лет и сейчас с русскими то же самое будет даже хуже я уверен в сто процентов даже хуже будет